Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok Чё стоит, кого ждём? Я еду, круги У нас как бы практика уже закончилась, сейчас... У нас следующий Самогонка как бы будет Квалификация У нас... Без квалификации Ну да, у нас как бы квала, она и будет гонка Потому что в гонке там очень много ограничений И там тяжеловато будет проводить Правильно О, я фильтры нашёл А кто едет сейчас? Я Только уже я Второй раз, у нас две попытки Ага Поверь, да, действительно две попытки здесь бы не помешали Если бы я так проехал первый раз Я был бы крайне недоволен Да и что с тобой? Чё ж всё облить пока всё в стенках Чё ж всё облить пока всё в стенках Так Хрень, не прошёлся по всем стенкам, но всё равно с руками Так Кто следующий? Не знаю Ну давай я Ну давай я Давайте по списку, что ли А, ну вот сейчас и изменится, да? Ну ладно Нет Те, кто не проехали, они же не переместятся Ну в принципе да, по идее Ну а сейчас на тебя включим красивую камеру А как её включать? А это вот нажимаешь внизу говорящий человечек Так, кто поедет-то? Псай, давай ты по списку Ну ладно Ну вот выделяешь гонщика А, что? Выжимаешь ещё раз на человечка И F1, F2 камеры Так, так, так Четерит Четерит я уже вижу Назад отъезжает А чё без этого окошка как-нибудь скрыть его нельзя, а не? Неа И как же уходить в корыце такую трансляцию? Ну вот здесь такой вот трансляции полноценно не получается Только на реплее А на реплее только один круг? Получается, да, самый быстрый То есть там придётся нарезать Нет, вообще последний просто Последний? Да Я пробовал загрузить метод Только-только последний там 4-5 минут, да? Ну, тогда, мягко говоря, хорошо, что я записи видел Ну, на самом деле, да, если вот это окошко можно было бы у нас левую убрать, то вообще всё отлично Варфакторе тут хоть всё можно убрать Угу Просто чистый экран был А тут Ну, там, видимо, игру уже отполировали настолько, что, ну, уже нечего больше добавлять Короче, тут не предполагали, что такое может быть Видимо, разработчики вообще не планировали, что кто-то какие-то чемпионаты будет проводить Зачем? А зачем тогда её те хоть вообще? Не, накнулся на форум, ребята действительно петиции делали о том, что надо включить прям в асету, чтобы это не было не модами, а уже в игре По большей части всё это разработчики по боку Зато Порше впихнули Зато Порше впихнули Которые и так можем было бы добавить модами Не, ну теперь он уже лицензионный, за него уплачено Интересно, сколько? Ну, я не думаю, что так уж мало Ну, я не думаю, что так уж мало Не, заоделся, я имею в виду, выйдет А Ну, что? Ну, что? Все, 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 все оплачено то из нашего кармана будет Да Я намного хуже еду Ты видел, как я последний круг проехал? Это ж вообще Значит, ну это, наверное, так, как я Это оторвать и выброси У меня магнитило ко всем бордюрам Ну, от меня так уж Мы, кстати, выяснили, там, если турбину убрать на единицу, на двадцать, машина очень хорошо едет Ну, медленно Я читал Я даже пробовал Не, ну если попривыкать, я думаю, три пятьдесят она вполне выдаст Попробовал на пятьдесят поставить Ну, вот, как бы, такой нейтральный, там, и дрифт немножко можно сделать И машина тоже неплохо в повороты входит, и в многих даже тормозить уже не надо, она сама въезжает И опять же, если пододкатать успеть, три тридцать пять она вполне сможет На руле? Нет, а ни у кого у нас поворуля сейчас ведь нет Я с геймпадом А с этой паузкой лавы играют Что-то все молчат Ну, сосредоточен, он не едет По клавише, наверное, говорить У меня есть руль, я пытался его подключить, но это дешевка, она ни хрена не ест Ой-ой-ой А мне бесполезно пробовать На десятке что-то ничего, на какой руль не работает Ну че, можешь купить это руль от Майкрософта Да А по сколько, там, двенадцать тысяч уставит всего-то это видео руль беспроводной даже без оснований просто руль один из педали просто все переключатели там полно на нем ну и стал учат 3000 4 но лично у меня есть большое подозрение просто просто едешь в воздухе а вот представляешь эндуранс два часа проходить руки отсохнут так на второй раз поехал 422 все что он прям штампует круче на практике то что время показывал на ручной коробке задрот даже у меня полуавтомат в принципе вниз так переключает да я вручную тут понижая повышается на сама это такой очень дороже я пробовал конечно не в корсине здесь по-другому быстро не получается ехать автомат слишком туповат не знаю в корсине наоборот получается не знаю я многие повороты там наоборот забросить она побыстрее разгоняется вроде как получается лучше я даже помню там в каком-то этапе там надо было вообще полностью ручную коробку брать иначе отставание чуть не в двадцать тридцать секунд получалось на автомате не знаю но везде все нормально ехало но везде все нормально ехало иначе ну этот у нас это тоже там формула 2 есть формула 1 есть очень хороший качественный модуль кузовнику кузовной там австралийский чемпионат там mercedes по-моему ford mitsubishi по-моему еще что-то четыре машины на выбор и тоже неплохо себя ведут не просто так подумал это ладно это первый этап такой пробный а дальше я все-таки хочу погоняться уже действительно пробный не погоняться нормально и народу нет калек хотел учиться говорил надо зайти и зайти так не зашел но он сейчас и не смог бы наверно к стриму готовится к чему стримит а депик сегодня заканчиваем реквест у него одни реквесты сейчас кроме того он против охотно на это трассе все сделали бы эти отсечки по времени ну сложным 5 10 штоках расставить но здесь даже сложно было людям сделать сегодня непробиваемые блоки везде Да, это есть. Причем в самых нужных местах. Тоже, как-то, в какой-то поворот вхожу. Блин, не справляюсь. Думаю, ладно, тормозить не буду. Сейчас об стенку долбарусь. И прямо. Есть, с горы полетел. Ё-моё, что за крив? Я даже знаю, какая стеночка. Так. Она тут, в принципе, одна такая. На которой думаешь, ладно, приятнее, проеду по стене. Она, оказывается, сквозная. Я вообще, по-вот, трассу с какой-нибудь эфартера взята такое ощущение. Ну, вот ты не знаешь, что станет. Прозрачные здания, такие же все, можно на скорости проезжать. Могли из рейса позанимствовать. Итак. О, быстрее. Всего лишь 30-40 секунд. Че, типа я. Кто там следующий? Следующий, по идее, Гордон должен ехать. Да. Только, я так понимаю, ему надо освободить место. Чтоб он мог стартовать. Летний я. Ну, бампер поняли мне. Стартуем. Чата нету. Задняя сиденье. Это отличная камера. Есть. Тут есть шикарная камера из-под нищей машины. А, мне очень понравилось. Я даже часто пытался с ней ехать. Я даже попробовал из-за руля, в принципе, по-любиней. Ехать. Походу на этой стеночке. Угу. Из-за руля пробовал, но в некоторых поворотах напрочь не вижу дорог. Угу. Тяжело. Ну, я, в принципе, тут то же самое, что из капота. Угу. Немножко. Тут чуть-чуть не ограничено. Не как в AirFactory, там полностью меняется. По-другому наобъемы. Практически то же самое. Ну, я не знаю как-то, как-то с или на третьей улице я ездил. У меня больше сыр с капота. А третьего как раз на GTA-шках катаюсь. Зато виды, когда жопа виляет. Я и чувствую, когда она виляет. Ну, разница не чувствуешь, когда от критого едешь. Ну, не знаю, как-то гран-туризма приучил. Гран-туризма был, и ты с жмя. не надо. Не о каком. В пятом, в шестом. Да, мы начались в пятом. В третьем был вид с какого-то. В четвёртом. В пятом я поражал. Это когда мне пришла новость о компании Соня. Типа, мы теперь сделали вид из руля у всех машин. Даже у тех, которые были в четвертой части перенесены. Они там есть, только там черный сон. Да, вот я скачал этот патч. Наконец-то поиграю. Беру свой тридцать второй, включаю вид от руля и... Ё-моё, ну что вы сделали? Ну, а ты возьми другой тридцать второй. Там вот я помню вот эти RX-7 были. По всей этой повороте. И там их было штук пять. Но это из этих штук пяти, у двух точно были виды салона. Причём, все эти пять штук были абсолютно одинаковые. Там только разные модификации. Может быть, это просто я как-то говорил. Хреновый нашел скилой. На PRRX-7 японская, там было без салона. А американская вот эта салона, она была с салоном. Да, ну так это не тру. У него же... Американская левая рука будет, а мне нужен правый. Нет, руль одинаковый у всех. А ещё не было салона у Селики GT 189, по-моему. Которая с 80-х ещё. И у которой четыре фары тоже не было салона. Или был... ...салона у него салона у него. Чё, совсем всё плохо. Чё-то Windows меня обманывает. Чё-то места нет на диске. Чё-то не есть. Чё-то 12 гигабайт целей. Ну, нет, нет, пусть нам же. Да ладно, эти теночки нормально не можем. Ну вот, по этой уже не потормозишь. Может, туда улетишь. Когда она закончится. А через руль только я сейчас на крае, да? Да, через руль, походу, только ты. Эх. Так. Ать-ать-ать-ать-ать. Нет, это не я. Это не я. Псовет, едешь? Эх. Я, походу, понял. Сначала две красных, две серых, потом две синих там пойдут в машину. Эй, не назначь же. Эх. Время пошло, куда поехал. В кусты. Спрятался. О, классная камера. Ничего не видно. F6, если нажать. В салон камеры все. По-моему, это багажник. Типа, закинешь баланс в багажник, будешь наблюдать, как болтается. Еще на F5 тоже хорошая камера. Красивенькая. На F4 сама нормальная. У меня на F4 вообще ничего нет. На F4 нет ничего, на F3. ТВК, наверное, как на F2. А, значит, на F3. Ой. Ой, скриншот сделан. На память. Вид багажника. Фактически. Когда ты еще посмотришь, как выглядит багажник с шестой эволюцией? У нас было в каком-то этапе тоже вид с багажника. Да, посмотрю. На улице выгляделось. Ну, в принципе, одинаковый у всех. Какого-то. Даже у девятого такой же. Нет, у девятого багажника высокий. Может, в девятом наверняка есть крючочки? В шестом нету. Какие крючочки? Для сумочек. Для вью-пакет. Да. Возьми так их, прикрути. Ну, это неинтересно. Это металлические, а там пластиковые. Ну, хоть металлические, хоть пластиковые. На саморезах. Нет, там все-таки гвоздем с соткой. Ну, а что, антикрыль лишь прикручивают на саморезах. Прикручивают, это, может, приклеивают уже? Нет. А раньше прикручивали. Раньше на болтах были, а потом на саморезах сейчас вообще приклеивают. Экономится. Нет, некоторые еще бампера пластиковые на саморезы закручивают. Ну, в шестом. Видимо, он просто такую скорость разгоняет, боится, что оторвется. Защелки уже рудут, да? Вот. Вот у меня багажник на... Ой, багажник. Бампера на болтах все крепятся. Блин, отвалится. Везет. Одни защелки. Надо замок амбарный вешать на багажник. Будет ржать, у меня на двухколесном друге. Так этот, задняя перчаточница закрывается. Так как китайский замок... Ну, у меня китайский замок там стоял на багажнике. Ну, который для шлема. Ага. Вот. У меня этот стандартный замок китайский сломался. Я просто прикрутил саморезами две петлюшки и туда замок вешу. Большой? Ну, нет, конечно. Но звук довольно-таки интересный. Надо здоровый, чтобы прям... Подпрыгнул, чтобы прям ударил хорошенненько. Да я боюсь, он мне весь мотоцикл перевесит. Ладно. А никто не в курсе, только сейчас велики стоят. Смотри, какие. Ну, такие типа аиста. Простенький, H5. Ну, да, я думаю, купить его там. Так, а если какой-нибудь там скоростной, то уже H7-8. Ну, да. Не, я скорости сам хочу прикрутить. Да проще бушнику не взять советский. Нет, так не. Ну, классно, это опасно. Шо, мне опять отъезжать? Нет, теперь я отъезжаю. В сторону. Велосипеды по доступным ценам. 55 тысяч. Шоссейный, наверное, какой-то. Ну, вообще, по фотографии я не очень понял, но велик за 55 тысяч я не хочу. Два таких велика, если бы новый мотоцикл купил. Вон, CR-RC на великов устрою. Ха-ха. Там первый этап на трехколесных, потом... Не знаю, это... Нет, сначала он до четырех. Это, который сдаем маленькими колесиками по бокам. Валерий Крым, который прибыл изdrawал в Kyleкard. อ言. Валерий Крым, кто-то! Валерий Крым, кто-то... Чаев нашесть. Ну, какую-то перелом. Голи. Два таких велика. Тrep такое невероятно, почему я был один. Валерий Крым. Где-то, до Sinев до двух, на Key salем. Фу, блин, зеркали, как же летит Фу, блин, зеркали, как же летит Тем временем в игре уже два часа Ну, вот я поэтому и ставил дофига времени Короче, первый круг я завалил, да? Так тут ночью все равно нету Кстати, я не пробовал Ой И дождя нет Ну, хочешь всего этого Бери Project Cars Я играл, он упоротый какой-то Он почти аркадный Но он сейчас в стиле взял Скидка сейчас идёт Он упоротый во всём Не знаю, мне впринцип понравилось Довольно-то забавно С настройками геморроиться не надо В любом случае победишь Ой Всё равно упоротая игра сильно Ну, мне там понравилось, конечно, спецэффект Лучше шифт второй Тоже самое Компьютерный интеллект Я его выкрутил на полную Вырубит себе всё И всё равно он не может меня обогнать Ну, если я еду и ни разу не ошибусь Я сто процентов Потому что игра упоротая Она не упоротая, она просто не симулятор Там упоротые правила гонок Которые не работают Хотя тебе говорят, что они работают в игре Начинаешь компанию, а те говорят Надо за гонку сделать один пидстоп А то тебя дисквалифицируют Гонка идёт, ну, кругов пять Боты ни разу не делают пидстоп При этом надо выиграть, да? Но я думаю, заеду, заехал В результате приехал чуть ли не последним Но на вторую гонку думаю, ладно Попробую без этих пидов Проехал, не дисквалифицировал Зачем я в эти пиды ехал? Зачем мне они говорили? Не пытайся наебать игру, Которую пытается наебать тебя Поэтому эта игра упоротая И я больше не могу найти объяснение Не, ну до такого маразма я ещё пока не доходил Мне вроде как всё работает Это начало игры, самое первое Вот когда выбираешь это GT2 или GT1 А, нет, ну я по карьере пошёл То есть я сейчас на карту Так это карьера, в карьере Ты можешь сразу начинать с GT А, нет, 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 нет Я как полагается, как Шумахер с карта А, ну ты потом дойдёшь до этой логики Минус четыре я проеду Сосредоточься Ой, да шо што Так шо я лучше шил, будто ездить, чем в эту упортость Там пять кругов, без пятов, всё в порядке Я читал, когда аннотацию Ну, обзор Ну это про Житкарс Там чувак писал по поводу мультиплеера Говорит, мультиплеер делится на три вида Первый, это хороший мультиплеер Это если ты её собираешь своих друзей Второе, ты попадаешь в комнату Где сидят все с рулями И если они поймут, что у тебя нет руля, тебя кикнут Третье, где сидят одни идиоты И ты не получишь удовольствия от других Вот это ты зря Почему? Не, за это засчитаю А Финиш уже был, а сразу после него стоит Ну да ты ж ж ж ж ж ж Так, медленно А шо, все проехали? Ну да, получается все По идее второй круг уже был Я первый круг завалил Забыл, что там тормозить надо раньше А блин, часа нету Ну и ладно, шо ж теперь Ну, у нас тут свои иголки под окном Ну шо ж друзья, поздравляю Со скромненьким первым этапом Браво Надеюсь, на второй этап чуть побольше народа подберем Ну там, в принципе, и трасса будет другая, наверное И машина будет другая, и все будет поинтереснее Машину можно и отправить По лагуне Сега не думаю, что она пойдет Устроим Mitsubishi Evolution Championship Ах Да Инершляев Да Чтобы никто не смог проехать Или спа Спа На худой конец Главное, раллийные трассы не набирать А то там вообще можно по прямой ехать и не поворачивать Я эту Evolution уже тестировал на гравий И да, это ужасно Она не держит дорогу Нет, ей вообще все равно, что она по траве едет Что она сквозь деревья едет Она вообще не теряет скорость Я хочу такую машину Зачем? Она идеальна Знаешь, едешь по асфальту 300 км в час Надоел тебе ехать по асфальту Выехал на бездорожье 300 км в час Она плохо тормозит Ну, в поле-то нормально Парашют будешь выпускать в багажник Не лучше по асфальту Так Так